В нынешнее время достаточно много производит автомобиль с хорошей коробкой передач с быстрым расходом. Сейчас 2017 год и таких автомобилей очень много. Сегодня я хотел бы рассказать про автомобиль, который принесет своему владельцу незабываемое ощущение легенду конца 90-х, начало 2000-х годов. И это Honda Legend K9. В ней установлен V600 атмосферный двигатель объемом 3,5 литра. Мощность такого двигателя составляет 200 лошадиных сил и 300 ньютон метра крутящего момента. И эта вся мощь передается на передний турбину. Да, можно было бы сюда поставить турбину и получить более 400 лошадиных сил. Владелец этого автомобиля посчитал ненужным ставить сюда турбину и улучшать характеристики автомобиля. В автомобиле стоит стандартная выхлопная система. Она издает такой звук, который заставит вас понервничать, когда вы будете нажимать газ в пол. Но знаете, этот автомобиль не для того, чтобы добить газ в пол и чувствовать разгон от 0 до 100 за 9 секунд. Да, я понимаю, что сейчас эти цифры очень смешные, потому что есть автомобили, которые развивают скорость за 2,7 до 100. Это как Porsche 911 Turbo S. Но мы говорим про автомобиль представительского класса, в котором сочетается комфорт и скорость. В автомобиле стоит адаптивная 4-ступенчатая коробка передачи. Она сама подстраивается под стиль своего владельца. Когда вы едете очень резво, очень быстро, жмете газ в пол, переключение происходит на 5,5 тысячи оборотов. Но когда вы едете в спокойном режиме, в городском, переключение происходит на 2,5 тысячи оборотов. Но когда вы будете разгонять этот автомобиль до максимальной скорости, вы заметите минус этого автомобиля. А это на свой топлив. Он составляет от 15 до 20 литров по городу. Это смотря как вы ездите. И от 9 до 12 литров по трассе. Что я хотел бы сказать про салон К-9? Очень яркий и дорогой село. Кожаные вставки, кожаные сиденья. На панели присутствует климат-контроль. И даже есть кассивный привод. Но компенсирует это ченджер на 6 дисков, которые установлены в багажнике. И можно записать свою музыку и дороги послушать. Также присутствует электрорегулировка сидений и руль. Но если вы заметите, что как-то неправильно стоит руль, и до этого кто-то садился за руль, и все настройки позбивал, есть память, которая вам поможет. Вы нажимаете кнопочку, и все встает на свои места, как вы забрали. Аудиосистема тут очень хорошая. Приятный звук. Хорошие басы. И очень приятно слушать музыку. Но знаете, вид этой машины раскрывается сзади. Сзади, ну, другой взгляд на этот автомобиль. Он кажется более дорогим. Более приятным и больше. Оно и верно. Люди, которые брали этот автомобиль в 90-е годы, имели деньги. Большие деньги, которые могли бы себе позволить переобрести такой автомобиль. Они садили наперед профессионального водителя. Наслаждались поездкой. Любой поездкой, куда бы она ни была. На работу, домой, к семье. Они просто радовались, что переобрели этот автомобиль. Сидеть здесь очень приятно. Очень мягко. И когда в какой-то поездке вы будете ехать, вы не сможете удержаться, чтобы не уснуть. Оно расслабляет. Очень расслабляет. Хочется немножечко, чтобы отдохнуть от рабочего дня. Скажу спасибо многорычажной подвеске, которая дает то ощущение езды плавной, спокойной. В любом повороте, в любом вгоне вы не чувствуете. Вы едете очень плавно. И это приносит свое удовольствие. Напоследок, я хотел бы сказать, если вы не директор, не президент, а простой человек, как я, вам эта машина очень понравится. Вы можете взять друзей, посадить их сзади, купить им холодного пива, посадить с собой рядом красивую девушку и наслаждаться поездкой. Куда угодно, куда вы бы не поехали. Вам поездка всегда понравится, и вы от нее не устанете. С вами был из Драйв Хонда Леди, Игорь Мельник, и до новых встреч. Игорь Мельник, игорь Мельник. Игорь Мельник, игорь Мельник. Игорь Мельник, игорь Мельник. Игорь Мельник, игорь Мельник. Игорь Мельник. Игорь Мельник. Игорь Мельник, игорь Мельник.